Итак, тема сегодняшнего служения – прозрение, своевременное и запоздалое, синдром после вкусия, несмотря на сложность обозначения, я думаю, по ходу мы поймем простоту практического применения. Слепота – это проклятие, и там, где слепые вожди ведут слепых людей, Иисус говорит, горе вам, слепые, потому что если слепой ведет слепого, они опа упадут в яму. Вот почему Лука дель в своей проповеди, в новозаветной проповеди, в программе новозаветной служения, Прозрение, апгайзмейба, исцеление слепых, оно было в центре, потому что слепые не знают, куда идти, слепые не могут ничего строить, Аклые не могут сделать, они ничего не могут сделать, Бог сотворил человека зрения, поэтому слово «празрение» – это удивительный русский язык, это тема про зрение, Про наше зрение, и физическое, и духовное, но сам момент прозрения – это одно из величайших чудес, Потому что прозревший человек, он прежним никогда не останется, любым кардинальным переменам в жизни, Всегда притчестовала это чудо, ну, веномер, был веиснес, что это прозрение, Откровение, притчестуют прозрению, а прозрение обеспечивает кардинальные перемены в нашей жизни. В нашей жизни ничего не будет меняться до тех пор, пока кто-то не поработает с нашим зрением, Миняется наша зрение, миняется мира во зрение, миняется образ жизни, миняется образ жизни, Миняется жива сфеи. Давайте откроем Луки 4. Отверсим Луки 7.4. 16.21. 16.21. И пришел в Назарет, где был воспитан, и пошел по обыкновению своему в день суботни в синагогу. И стал читать. И ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано, Дух Господень на мне, Ибо он помазал меня благовествовать нищие. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. И отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, и отдав ее служителям, он сел. Апседас. Видите? Радзет? Иисус проповедовал сидя. А мы проповедуем стоя. Месь слуденам ставот. Ну потому, что мы не евреи. Ну тапец, когда мы ебреи. Там был такой порядок. Тур был татка картин. И так. У так. Когда он сел, Глаза всех в синагоге. Вису аксис синагога. Були устремлены на него. Верстас уз виню. И он начал говорить им. У мини исполнилась писания. Шоден. Ир пепилдившись раксти. Слышаная вами. Ко ж у вас ест дзирдейши. Слова. Вардс. Ваплащается в жизнь. Пепилдас дзиве. И так. У тап. Суть новозаветной проповеди. Я у нас дыреб сбуд. Сына Божьего. Деводалом. Это крушение рабства. И провозглашение свободы. Тас рвердзиеб саграушена. Умбриви б спасу дзинашена. Где дух господень. Курта кунга ганс. Свобода. Тур бри виб. Внимание на экран. Узмали бы экраном. Первый тезис. Первый тезис. Но перед тем, как отпустить измученных на свободу. Первым встамка излайст. Измочи то сбриви. Он гарантирует всем узникам празрение. Гарантия всем излайстам. И физическое, и духовное. Ган физическое, ган кари. Прежде чем открыть темници. Прежде чем открыть темници. Прежде чем открыть темници. Он открывает слепым глазами. Винч. Отвер аклаем аксис. Бог слепых людей. Никогда не собирается выводить из рабства на свободу. Диос. Аклс. Цилвакс. Никогда не тесас известного вердзи и безбриви. Слепой человек не поймет. Аклс. Цилвакс. Несопротив. Бог слепым ничего не делает. Ар акло неко недара. Бог хочет, чтобы люди открытыми глазами. Диос. Грибал, ай цилвака ратвертам. Акции. Могли взирать на славу Божа. Варять скатиться с Деву славу. И преображаться в тот же образ. У парверстия стане и потала. Прежде чем выводить. Измученных выводить на свободу. Он им открывает глаза. Это закон Божий. Еще раз прочитайте этот тезис. Но перед тем, как отпустить измученных на свободу. Он гарантирует им прозрение. Он слепым гарантирует прозрение. Чтобы выпустить измученных на свободу. И это закон. И это закон. Прежде чем. Прежде чем. Открыть темницу. Отверть циетокшню. Господь открывает глаза. Отверт акцис. Чтобы пленники. Своими собственными глазами. А савам акцим. Увидели это великое чудо. Редать шо лило бринуму. Освобождение. Отбривошину. Следующий тезис. Нав кое шоа тезис. Запомнить. Отцереть. Он пригодится. На всю нашу жизнь. Визу. Прозрение. Апскоидрива. Придшествует освобождению. Ир пирмс бривейбас. Почему столько людей, за которых ты им про исцеление, Мальоса. Из-за разрушения проклятия, Мальоса. Из-за освобождения от бесов, Мальоса. А в жизни ничего не происходило. Прежде чем молиться об освобождении, мы должны молиться о прозрении. Господь, открой глаза слепым. Для того, чтобы они увидели, в каком тюрьме, в какой тюрьме они находятся. И тогда освобождение, оно будет натуральным. И оно будет благословенным. Еще раз. Освобождению придшествует прозрение. Может быть, это слово для многих из нас не играло большой роли. И нам может быть важнее ритуалы, чувственные ощущения, физические перемены, но поймите, друзья, без прозрения никогда не будет настоящего освобождения. Прочитайте еще раз. Программа новозаветного служения говорит об освобождении пленных. Но прежде чем узника выводить на свободу, газ водит всем слепым прозрения. Следующий тезис. Наклошная теза. Откровение предшествует прозрению. А прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. Откровение это ключ. Это лекарство. Это главная методика. Откровение заканчивает слепоту в нашей жизни. Без откровения мы как слепые котяты. Без откровения мы ходим в темноте. Мы слепые. Мы сомакли. Но когда приходит откровение, откровение это свет. И когда приходит откровение, мы начинаем видеть. Вы понимаете? Только в темноте ты ничего не увидишь. Но когда приходит свет Божьих откровений мы с вами начнем видеть кто мы, где мы, с кем мы и куда мы идем. Итак, это фундаментальный принцип наших кардинальных жизненных перемен. Откровение предшествует прозрению. А прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. Луки 15 17 19 Как это происходит в практическом смысле? Луки 15 17 17 Мы рассматриваем момент прозрения в судьбе блудного сына. Было время, когда он взял частей меня, пошел в далеку страну, прогулял, прокутил и оказался там гастарбайтером несчастным и сидел возле свиней и даже ему не давали кушать полноцену. И что происходит? Читаем 17 стих Придя в себя он сказал сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом а я здесь умираю от голода встану пойду к отцу моему и скажу ему отче я согрешил против неба и перед тобой и уже не достоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих в данном месте момент прозрения Слово Божье обозначает как придя же в себя мы с вами понимаем что когда мы выходим из себя мы делаем только глупости мы делаем столько безумных вещей снипую что такое прозрение как минимум это придя в себя это вернуться тезис человек прозревает в тот момент когда он приходит в себя так вот блудный сын который все это смотрел который все это достал срабатывает какой-то механизм критического мышления он вдруг как бы посмотрел на себя со стороны кем был а кем он стал чем обладал вчера чем обладает он сегодня пришел в себя и осознав бессилье сказал что я тут делаю чего я жду пришел в себя глаза мои открылись как у Адама там в Едемском саду сказал настало время возвращаться я здесь не задолжал никому мой очень дом края родные снятся пойду к отцу моему скажу я провинился перед небом скажу я согрешил перед тобой прими меня но кем бы там я не был я возвращаюсь домой я не достоин называться сыном прими меня хотя в число наемных слуг отец иду к тебе с повинной без друзей и подруг это монолог прозревшего человека это монолог человека который пришел в себя и который вдруг почувствовал какое-то озарение тезис если бы он не пришел в себя прозрение бы никогда не произошло а если бы не произошло прозрение в жизни бы ничего не изменилось и он остался бы пожизненным рабом еще раз прочитайте мы жаждем перемен но без прозрения перемены не будут происходить именно прозрение это детонатор всех кардинальных перемен в своей жизни но произошло нечто фантастическое с чего все начинается а начинается с протеста достала надоела опостылила я ненавижу это свинство тезис его протест помог ему прийти в себя придя в себя он получил прозрение а человек прозревший никогда не останется прежним он в своей жизни готов на самые кардинальные перемены зафиксируйте запомните это мы будем головой биться об стен мы будем тысячи конференций объезжать по тысячам молитвенных групп по тему изменить деньги поменять социальные условия поменять Господи помоги мне прозреть мы должны как тот Вартимей который стоял и кричал Иисус сын Давидов помилуй меня Иисус сын Давидов открой мне глаза я не хочу сидеть у дороги и деньги просить я не хочу дальше нанести это проклятие слепого человека открой мне глаза Боже мой когда прозрение приходит меняется весь образ жизни следующая тезис до тех пор пока мы в своем безумии выходим из себя мы слепы мы не понимаем куда идем и что мы делаем как блудный сын взял часть имени он думал что он знал куда идет он думал что он знал что он делает он думал что он по настоящему уже свободен мало ли что думают слепые люди но когда мы возвращаемся в себя мы прозреваем и начинаем понимать в каком проклятии мы оказались прозрение дает и мудрость и мужество уйти из дома рабства и вернуться в очи дом и подчеркиваю еще раз этот важный тезис прозрение предшествует освобождению если ты хочешь освободиться от любого плена греховного финансового духовного религиозного национального да какого угодно любое радство прежде чем выходить из рабства должно произойти прозрение только прозревших пленников Господь выводит на свободу прежде чем измученных вывести на свободу он всем слепым открывает глаза как мы уже говорили слепота это проклятие кто ходит во тьме слепую он спотыкается это поклоп Иисус сказал если вожди слепые ведут слепых они опаду упадут в яму если слепой советуют другому слепому они разделят общую судьбу горе вам вожди слепые и там где слепота там горе там проклятие там мучение и рабство но там где прозрение там рабство заканчивается открытие темниц и выход на свободу Господь не хочет совершать свои чудеса вслепую он хочет чтобы люди видели его могущество силу и власть пожалуйста следующий тезис чтобы взирая на славу Божью не догадываясь не просто ощущая взирая слово взирая это говорится о том что мы открытым лицом и прозревшими глазами взираем на славу Божью и преображались в тот же образ только прозревшие могут взирать на славу но это твой внутренний мир а зрящие люди могут взирать на реальность царства Божьего и преображаться в тот же образ итак вот почему Бог помазал сына своего я повторяю эту строчку что Господь помазал сына своего проповедовать пленным освобождение и как же происходит освобождение пленных оно происходит в две стадии во первых слепым прозрение а потом измученный выходит на свободу он не слепых выводит из рабства на свободу он открывает глаза слепым рабам и хочет сказать я хочу чтобы вы видели насколько велик Бог насколько велика его мышца в каком беспроглядном проклятии вы находились я хочу чтобы ты это видел и запоминал чтобы взирая на славу Божию мы могли понимать насколько Бог велик Бог работает не со слепыми Бог работает со зрячими поэтому Господь побеспокойся о моем зрении итак прозрение это момент когда ты получаешь откровение рассмотрим сейчас именно вот это звено что любому прозрению предшествует откровение слово откровение оно предполагает открытие и как мы говорим прежде чем открыть темницу Господь открывает наши глаза то есть откровение как таковое оно необходимо для того чтобы открывать во первых глаза во вторых темницу и откровение всегда и в любом случае открывает нам глаза откровение теперь я знаю в кого я уверен когда Савл слепую ушел по дороге в Дамаск этот слепой сочинял у себя внутри картину мира мы борцы за правду а этот Христос еретик не надо с ним бороться мало ли о чем фантазируют слепцы а когда приходит Господь меняется все прежде чем поменять поменять в жизни что-то в жизни Савла Господь дал ему прозрение физически он ослеп а духовно он прозрел и вдруг он увидел что все поменялось с головы на ноги но голову с узкой а когда Иисус это не враг с которым надо сражаться предкурель а ты а ты кто я Иисус которого ты прозрение предшествует освобождению прозрение а прозрение это продукт откровения и так никогда не забывайте что духовный мир полярен переходим к следующему аспекту что не всякое прозрение от Бога и не всякое откровение от Бога есть прозрение которое тебя сделает счастливым но есть прозрение которое сделает тебя глубоко несчастным поговорим об этом никогда не забывайте что духовный мир полярен есть Царство Божье а есть Царство тьмы и то Царство и другое борется за человеку ценность по человеку Бог желает спасать а Диау пришел чтобы украсть убить и погребить поэтому выше приведенные принципи являются universали хоть с знаками плюс хоть с знаками минус внимание на экран любое откровение предшествует прозрению а прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни как бы мы ни хотели хоть со знаком плюс зиме хоть со знака минус смотря от кого ты получаешь откровение смотря кто тебе открывает глаза на Бога на жизнь на церковь на Латвию на самого себя получая откровение от Бога мы прозреваем а это значит мы смотрим на себя глазами глазами Бога как в случае с блудным сыном это откровение было от Бога посмотри кем ты был как ты был и кем ты стал я не хочу жить за завесой я не хочу и он слышал этот голос и это прозрение от Бога оно произвело кардинальные перемены он говорит я возвращаюсь получая откровение от Бога мы начинаем смотреть на себя прозреваем глазами Бога как в случае с блудным как в случае с Саулом как мы говорим откровение прозрение преображение смотрите на экран это это функциональная позиция это фундаментальный принцип откровение отклазме рождает прозрение а прозрение по любому преображает человека хоть со знаком плюс хоть со знаком минус получая откровение от Бога мы начинаем смотреть на себя глазами Божьими но получая откровение от лукавого мы также прозреваем и в этом случае мы получаем насчет себя точку зрения лукавого в действие приходит тот же самый механизм механизм откровение отклазме прозрение преображение поэтому внимательно следи кто тебе глаза открывает из какого источника приходит откровение и кто формирует прозрение и кто будет руководить твоей дальнейшей жизнью кто руководит переменами в твоей судьбе и запомни это правило на всю жизнь кто тебе открывает глаза тот и будет руководить твоей жизнью а теперь давайте со знаком минус прозрение со знаком минус 3 глава 4 7 4 7 и 23 24 и сказали змей жене нет не умрет но знает бог что в день в который вы вкусите откроются глаза и вы будете как боги зинадами добро и зло насколько бог желает открыть наши глаза чтобы показать насколько велик наш бог и насколько он могущество он так же готов чтобы создать alternативу и предлагает глаза открыть на бога открыть глаза на запретное плоды открыть глаза на самих себя подлинно ли сказал бог не ешьте не верть и начинается разговор насчет прозрение он говорит открыться глаза отверстие отверстие и бог Бог обещает открыть слепые глаза идеально. Он приходит к людям вполне счастливым, вполне обеспеченным, вполне благословенным, это все. Это только третье измерение. А еще восьмое есть. А еще тридцать седьмое есть. И я вам объясню, что делать, чтобы вы стали как Бога, откроются ваши глаза. Так хочется. Познать что-то новое. Так хочется познать. Че я всю жизнь только одну Библию читаю? Все, только пастор Алексея. И мадабоку, что ли? Че, кроме них ничего нет? Без вино не как-то нет. А вообще есть еще кабала. А потом еще есть языческие учения. А Соломонцы, идиничал в этом месте. Мы, наверное, что-то не знаем. Я открою вам глаза. Я открою вам глаза. А здесь это древние змейни. Шестой. Шестой. Ищите женщину. Меклеи, идинич. Как вы думаете, почему змейник мужику подъехал? Как вы думаете, как петь чузк по библии? Я бы надавал. Я не знаю. Я знаю. Я не знаю. Но это он под полц. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятное для глаз. И что оно приятное для глаз. Я бы хотелось бы узнать, что за фрукты были. Но это не было apple. Это не было яблоко. Это какой-то интересный фрукт. Не знаю, что это было. Очень приятно. Потому что дает знание. Это было что-то наподобие какого-то наркотического растения. Когда человек употребляет наркотики, там появляются всякие пизажи, картины и знания. Доступ к знаниям. Которые ты просто так, творог кушаешь, туда не доберешься. А вот когда кокс, марихуана, или еще какие-то там, закручиваешь. О, ты начинаешь путешествовать по планетам. По историческим... Я не знаю, короче. Короче, Ева вдруг поняла, что этот наркотик дает знания и откроются глаза. И они увидят не только то, что Бог им открыл. Айу вьет гораздо больше. Вьет всегда врал. Вельмс вьем мэр мало, врет, и будет врать. Поэтому не давайте местах дает. И взяла плодов. И взяла плодов. И ела. А так же дала мужу своему. И он ел. Ну когда она дает, кто откажет? Седьмой. Седьмой. И открылись у них глаза обоих. Абу ацис тика отвертас. Прозрение? Апскайдрива. Да. Прозрение. Апскайдрива. Если Бог открывает глаза, то только для того, чтобы вытащить человека из тюрьмы, из дома рабства, из проклятия, и освободить. Когда дьявол открывает глаза, он будет делать то же самое с точностью до наоборот. Если дьявол открывает глаза, только для того, чтобы тебя взять из отчего дома, с территории царства Божьего, и выкинуть тебя за границей. И дема. И что же они увидели? Прозрение? Сознака минус. Открылись глазами у них обоих. И узнали они, что они наги. Офигенные знания. Ну просто фантастические знания. Вы станете как боги. И они от бога ушли. Господи. Вот в чем обман. Прозрение. Одно. Отличается. От прозрения. Другого. Откровение. От бога. Дает божье прозрение. И ты видишь славу божью. И преображаешься в тот же образ. Откровение из демонического мира. Прозрение. Увидели наготу. И родзи кайлума. Господи. Вы понимаете о чем речь идет? Они увидели. Вини и родзи. Не тех, кого бог создал. Они увидели тех. Которые потеряли славу божью. Которые позор дает дьяву славу. Они увидели позор. Вини и родзи кауна. Они увидели трагедию. Вини и родзи трагедия. После грехопадения. Петграйка крещенес. Не дай бог. Они прозрели и увидели себя. После грехопадения. В позорном противоестественном состоянии. Так что им было стыдно. Как и прежде. Общаться с богом. И в таком состоянии. Было неприемлемо. Дальше находиться. На территории царства божьего. И бог их изгнал. Из Едема. 23-24. И высыл его господь. Бог из сада Едемского. Чтобы возделывать землю. С которой он взят был. И изгнал Адама. И поставил на востоке. Херувима. Который был. Короче охранником. И посмотрите. Следующий. Тэш. Чем отличается. Прозрение. Которое организовывает бог. От прозрения. Которое формирует сатана. Смотрите. Прозрение блудного сына. Вернуло его. От греза в веню. В отчий дом. Из дальней страны. Из этой скотобазы. От этого свиного корыта. Прозрение. Которое от бога. Оно вернет. Этого человека. К богу. Прозрение Адама. Изгнало его. Из отчего дома. Что вы думаете. В начале девяностых. Тысячи людей от бога получали. Прозрение. О важности церкви. О важности молитв. О важности святости. О важности десяти. Служение богу. Потом этот змей. Подполз. И объяснил. Он искай дроя. Это дураки только богу служат. Это дураки только религиозные. Они здесь жертвуют чем-то. А мы свободные люди. Мы должны понимать. Какие откровения. Нас вели в отчий дом. И мы должны быть честными людьми. Чтобы себе ответить на вопрос. А какие откровения. Увели нас отсюда. Кто-то тебе открыл глаза. Я знаю, кто такой Алексей. Я знаю, что такое новое поколение. Я знаю, что это за церковь. Я знаю, что здесь происходит. Я знаю, что здесь происходит. Следи за тем, кто тебе открывает глаза. Потому что прозрение. Бывает не только от бога. Прозрение. Бывает и от дьявола. Одно прозрение. Вена апгазмирования. Тебя вернет. Тебя отгрезает. Из свиного корыта. Из дальней страны. На территорию царства Божьего. А другие откровения. И прозрение. Они превратят тебя в узкоя. И ты уйдешь. Будучи свободным. Но ты поймешь, что есть стыд. Есть срам. И когда бог сказал, да. Ты где? Ты кур. Он говорит, я здесь голый. А ты что, вчера одетый был, что ли? Вокер был. Что случилось? Ну, только ар тебе. Есть прозрение. Которое возвращает человеку утраченную славу. А есть откровение. Которое лишает человека. Которое слава. Кто управляет, вернее, кто открывает нам глаза. Которое отверг мумс ацис. То ты будет управлять нашей жизнью. Кто кем побежден. Тот тому и раб. Следи за тем, с кем ты общаешься. Кто работает над твоим сознанием. На чьи вопросы ты отвечаешь. Библия говорит. Не давайте вместо дьяволу. Он плагиат. Он вор. Он ничего не изобрел. Он просто берет принципы Божьи. И использует их к свою пользу. Играя на неопытности, наивности. И гордыни. Неискушенных людей. Запомни этот принцип. И пусть твоя жизнью он будет исключительно в русле божественного руководства. Немайнена экрана. Откровение. Прозрение. Преображение. Хоть со знаками плюс. Хоть со знаками минус. Ваирминус зиме. Этот принцип. Шис принцип. Сиграв. Носпелее. В жизни блудного сына. Пазаду шаг дал дзиве. Откровение. Отклазме. Оно. Открылаем у глазах. Открылаем у глазах. Открылаем у глазах. Его жизнь преобразилась. Виņа дзиву павертас. Он вернулся. Повторяя из проклятия. Откартовши на ласта. Благословение. У святīбам. Случаи с Адамом. Гадима ар Адам. Прозрел то же самое. Увидели, что они голые. Ираузли, что они кайли. И прозошло преобразение. У нотика павертима. Ангелы Божьи ему дали. Деви Энджелис. Едеву виним. У теится. Ватерьез. Он был изгнан. Из Идемского сада. Откровение. Отклазме. Прозрение. Павертима. Преобразение. Павертима. Хоть сазнакам плюс. Ваир плюс зиме. Хоть сазнакам минус. Ваир минус зиме. Яна 3. Яне Евангелиз 3. 16.21. Ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякие верующие в Него не погиб. Но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир. Чтобы судить мир. Но чтобы мир был спасен через Него. Верующие в Него не судятся. А не верующие уже осужден. Потому что не веровал во имя Единородного Сына Божьего. Суджи состоит в том. Что свет пришел в мир. Но люди возлюбили чему. Более нежели свет. Потому что делая их были злы. Ибо всякие делающие злое. Ненавидят свет. И не идет к свету. Чтобы не обличились дела Его. Потому что они злые. А поступающие по правде. Идет к свету. Нак пе гаисмаз. Дабы явно были дела Его. Лай вино дар буту редзами. Потому что они в Боге саделаны. Тьма и свет. Тумс и гаисмаз. Сарство Божье. И царство тьмы. И между ними не было никогда. Мирного сосуществования. Внимание на экран. Делающие злое. Ненавидят свет. И не идет к свету. В основе этой ненависти. Страх разоблачения. Мы продолжаем рассуждать об откровениях. И о прозрениях. Откровения несущие прозрения. И с той. И с другой стороны. Как со стороны Бога. Так и со стороны дьявола. Давайте еще постараемся увидеть. Вот эту границу. Одной категории прозрения. От категории другого прозрения. Прозрения двух сортов. И знаете, что я обнаружил? Давайте посмотрим на экран. Чем отличается. В практическом смысле. То прозрение, которое дает человеку Бог. От того прозрения. Которое организовывает дьявол. Смотрите. Бог открывает нам глаза. До того, как произойдет то или иное событие. Пророческий взгляд, как предупреждение. Это почерк Божий. То есть прозрение, которое дает человеку Бог. Это как пророческий взгляд. Здесь уже про блудного сына. Находясь уже у свиного крыта, он уже видел программу. Я пойду. Я скажу. Что я недостоин. Я обниму его. Я скажу хоть это. Прозрение, которое дает Бог. Он открывает глаза до того, как это событие произойдет. Нотикумс-нотикс. Божье прозрение. Дьява, обгаясь мне. В жизни человека, как пророческий акт в будущее. Прежде чем что-то делать в судьбе. Прежде чем что-то делать в судьбе. Господь открывает человека. Дьявол, в отличие от Бога, открывает человеку глаза после того, как все случилось. Прозрение у разбитого крыта. Это почерк дьявола. Когда у Адама открылись глаза. Когда Адамам отверлась очи после этого обольщения. После того, как он оказался у разбитого крыта. Когда Бог открывает глаза у того же Савла. Как он написано, и Бог открыл мне. Когда еще ничего не сделал. Когда вел никого не был дарив. Кем я буду. Какое служение буду. Когда калпошу неси. Прозрение Божье. Всегда происходит до того, как какое-то событие произойдет. А Дьявол ведет вслепую. А когда ты лоханешься. Упадешь, разобьешься. Он тогда тебе откроет глаза. И ты увидишь свою наготу. И свое ничтожество. Для того, чтобы практически понять. Эти принципы. Давайте пойдем в классическое Евангелие. Я обожаю классическое Евангелие. Мам патчет классическое Евангелие. Луки 23, 32, 46. Луки 23, 32, 46. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное. И когда на место, кое-то сауза пар пищевет. Там распяли его. Тур ситвиņа круста. Излодеев. У ляундерус. Однову по правую. Однову по лабору. Однову по левую сторону. Иисус же говорил. Отче. Прости им. Пьеду от виния. Ибо не знают, что делать. И делили одежду его. Бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Над смехались же вместе с ними и начальники. Говоря. Других спасал. Ситус глаби. Спусть спасет себя. Так это изглаб под себе. Если он Христос. Девенчир Кристос. Избранный Божий. Дева израудзает. Так же и воины. Таари карели. Ругались над ним. Смея спар винию. Подходя и поднося ему уксус. Пьенакоту несет виниям этити. Говоря. Сакот. Если ты. Я ту. Царь ютейский. Если юду тенич. Спаси себя. Так это изглаб под себе. И была над ним надпись. Ум би узрак спар винию. Написанная словами греческими. Римскими. Рому. И еврейскими. Сеясь сын. Ши сеясь царь иудейский. Один из повешенных злодеев. Злословил его. И говорил. Если ты Христос. Спаси себя. Другой же напротив. Унимал его. И говорил. Или ты не боишься Бога. Ты не боишься Бога. Когда ты сам осужден. И мы осуждены справедливо. Потому что достойные по делам нашим делали. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу. Памини меня Господи. Памини меня Господи. Когда придешь в царстве. И сказал ему Иисусу. Истинно говорю тебе. Патреса я тебе саку. Ныне же будешь. Шоден ты будешь. Со мною в районе. Было около шестого часа. И сделала стима по всей земле. Та патумшу по весьу землю. До часа девятой. Лидц девятой стундой. И померкла солнца. И за весом храме затралась посередине. Иисус возгласил громким голосом. И сказал. Отче. Таус. В твои руки придут дух мой. Иси я сказав. И спустил дух. Произошло событие. Которому не было равных. За всю человеческую историю. Событие, на которое отреагировал не только народ. И религиозная и политическая элита. И государство. Произошло событие. Которое содрогнуло основы всей вселенной. Прошло событие. Которому нет равных. Во всей человеческой истории. Люди были в шоке. Произошло необъяснимое. Аномальное явление. Затмение солнца. Как утверждает историки с 12 до 3. Ка вестеринник сэкно 12 до 3. Вдруг среди. Пеечного дня. Скаидрс диенса слаика. Поступило. Отноц тумса. Солнце отказалось светить. Сауле оттецас спиде. День превратился в ночь. Дени павертāс пар нашу. Что должны были люди думать? Что происходит? Кромешная тьма. Вдруг опустилась. В полдень. Таких аномалий никто никогда не видит. За этих 3 часа, я думаю, было о чем подумать. Зловещая тишина и гнетущий мрак заставил всех остановиться и осмыслить и включить свои мозги. Мы с вами прочитали, что до этого затмения, евангелист внимательно смотрел. Каждый высказывался. Катерс изтецался. Кто-то издевался. Катерс ниргайся. Если ты Христос. Если ты Христос. Саиди. Кто-то делил. Катерс. Рвал его одежды. Плесли они дребез и дали. Здесь. Шеи. Злодей. Лаундари. Один. Хамид. А другой. Бет отрис. Просит прощения. Луц. Педошену. Я думаю, в это время. У многих открывались глаза. Это такое было событие, когда просто равнодушных не могло быть. Это был день, когда наступило прозрение у разных людей, разного уровня и разного сословия. Я хочу выделить всего лишь четыре категории прозрения, которые произошло в момент казни нашего Господа Иисуса Христа. Событие было неординарным. И как пророческое знамение запоздалого прозрения завеса в храме разобралось посередине, сверху донизу, без содействия рук человеческих. И вот как открывались глаза у разных людей. Запоздалое прозрение – это не всегда приговор. Иногда это происходит именно потому, что наш Бог есть Бог второго шанса. Я просто напоминаю тему проповедью. Прозрение – это прозрение своевременное и запоздалое, и синдром после вкуса. Каждое прозрение – оно несет свое ощущение. Каждое прозрение – оно несет свое послевкусие. Для кого-то это как исцеление и восстановление. А для кого-то это как тяжелый, страшный похмель. Давайте посмотрим 47 стих. Итак, прозрение сотника. Вирсника апгайзмейба. Читаем. Ласом. Сотник же. У вирсника. Видя про исходившее. Редзадам, что с нотика. Прославил Бога. Деву теится. Исказал. У сация. Истинно. Патеси. Человек этот был праведник. Шис бис тайсанс циллэкс. Пачеркиваю слово. Пасвитрою варду. Он увидев. Каждый человек смотрел на это событие. Кто-то богохульствовал. И не видел там ничего святого. А этот сотник. Вообще кто он? Во-первых, он не еврей. Это представитель оккупационной власти. Это чужий странец. Это римляне. Это свежим нексом рометис. Не важно, кем бы он не был. Он увидел. Он что-то увидел. Он что-то увидел. Он что-то увидел. Посмотрев его в глаза. Я смотрел, что там происходило. Я не знаю, как тут нотика. Но мне кажется, для чистых сердцем. Бог открывает эти вещи. Отвершись летом. Это сотник. Он увидел. Что это святой. И праведный человек. И вдруг он начинает. Прославлять Бога. Слава и Деву. На него смотрят. Его уже не остановить. Прозревшие люди. Чихать хотели. На общественное мнение. Уз сабедриско думу. Когда приходит откровение. Что это праведный человек. Что это праведный человек. Происходит прозрение. Нотика апгайзмейба. А когда происходит прозрение. Когда нотика апгайзмейба. В жизни человека. Целвека дзива. Происходит преображение. Нотика павертива. И глубокие кардинальные библияния. Кардиналские пармайни. Прозрение. Апгайзмейба. После события. Пеция нотика. Да. Это приговор. Нет. Нет. Откровение. Да. Конец одного события. Веннотикум беигас. И прозрение. Ун апгайзмейба. Это начало следущего события. на окошем нотикуме. Евангелие умалчивает. Что с этим сотником дальше происходило. Но мы сегодня ограничимся тем. Что эти потрясающие события. Сотрясающие нотикуме. Они гарантируют прозрение. Итак. Сотник. Прозрение сотника. Открылись глаза. Прозрение, которое от Бога. Кас на окно Дева. Он получил откровение. Венч санеме отклассни. Что это праведный человек. Что это сиртайсанс человек. И когда он посмотрел на этот народ. Который кричал, что он был коснен. У него проснулось. Венем отмодас. Понимание. Испратное. И он сказал. Бог, спасибо тебе. И Бог открыл ему. Что дальше будет. Кас нотик сталак. Как мы говорили. Камы севариат. Откровение. Отклассни. Прозрение. Апгайзмейба. Преображение. Парвертейбас. В судьбе сотника. Вирснеки ликтене. Произошло. Откровение. Отклассни. Прозрение. Апгайзмейба. Я думаю, произошло преображение. Всей его судьбой. Висе вини дзивы. Парвертейбас. Следующий тезис. Накоша теза. Откровение. Придшествует прозрение. А прозрение. Приносит кардинальные перемены. Нашей жизни. В частности, жизни этого сотника. Увидев происходящее. Прозрел. Прославил Бога. И публично. Исповедовал Иисуса. Своим Господом. Следующее откровение. Или следующее прозрение. Это запоздалое прозрение. Читаем 48 стиху. Ласам 48. пантиню. Весь народ. У виси ляудис. Весь народ. Виси ляудис. Шејшись на сие зрелища. Кас турбия клат. Виде происходящее. Редзея, kas notика. Сотник видел происходящее. Висникс редзея инотикушу. Он видел одно. Винча редзея инотикушу. Народ. Таута. Виде происходящее. Редзея инотикушу. Для него это было зрелище. Людям нужен хлеба и зрелищ. И посмотрите, что происходит. Как реагирует народ. Скатай, скар редзея таута. Весь народ, шеўшися на все зрелища. Виде происходящее. Редзея инотикушу. Возвращался. Бия себя в грудь. Покрутим, он грезас адпакалю. Почеркиваю мысль. Последшися на сие зрелище. Пришли поразвлекаться. Виня аднацца исклайдаец. Смотря на то, что здесь происходило. Только шеўт нотика. И запоздалая ун. Айскавейсес абгайсмииба. Позднее позрение. Вэл раскаяния. Ножа. Как много он творил. Знамени и чудес. Как много он исцелял. Знаете, как будто похмель прошу. Как будто общенародное сумасшествие закончилось. Да вот эта профанация. Ши профанация. Она прекратилась. Да, избейдзас. И вдруг здравый смысл. Он пешни скаэдра абзинь. Что мы натворили. Мэс издариям. Что мы натворили. Ко мэс издариям. Горина. Бэдис мумс. Это прозрение. Ши абгайсмииба. Оно давало им ощущение тревожного предчувствия. Сатрау цошу снуя. Как же мы были обмануты. Ка мэс биям обмануты. Они били себя в кручь. Зрелище закончилось. Ка цбейдзас. Чудовищным прозрением. Безутешным горем. Бэдам. Что с нами будет теперь. Ка цбейдзас. Неужели теперь сбудутся над нами. Грозные пророчества. Ши брэсмиге праве той. Какое горе. Ка дэс бэдас. Это прозрение. Таэр абгайсмииба. Номер два. Общенародное. Диви. И так. Откровение предшествует прозрению. А прозрение приносит кардинальные перемены в нашей жизни. И какие перемены произошли с Иерусалимом. Я думаю каждый из нас прекрасно знает. Смотрим теперь еще одна категория людей. Это сорок девятый стих. Категория людей. Прозревших до этих событий. Люди, которые получили своевременное понимание и откровение об этом событии. Паршу нотикому. 49-я. 49-я. Все же знавшие его, И женщины, Следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Среди этой категории людей не было паники, не было истерики. Никто здесь не был себя в груди. Здесь не было раскаяния. Здесь не было прозрения. Здесь затаилась глубокая скорбь. И сострадание беззаветно любящих сердец. В отличие от сотника, который получил откровение об Иисусе прямо во время этого события, эти люди задолго до этого события познали его любовь и навеки соединили с ним свою судьбу. прозревшие в начале до события, они остались прозревшими и после прозревшими они знали его, они познали его милостиву, они соединили с ним свою судьбу, они стояли вдали и смотрели на происходящее и безмолвно и безмолвно произносили этот елей, чтобы признаваться в любви, хоть живому, хоть мертвому, прозрение, которое дал им Бог, добро изходя я бы очень хотел, чтобы Господь которого вразумляешь ты, Господь, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Прозрение имеет разную природу и разное послевкусие. Итак, читаем дальше. Следующие. Еще один персонаж, прозревший задолго до этих событий, Иосиф из Аримафеи, представитель высшего сословия, один из старейших народного собрания. Казань Иисуса, эти события, они открывали глаза красным людям. Кто-то богохульствовал, как мы уже говорили, кто-то надсмехался, кто-то истерил, вбил себя в груди. Кто-то стоял, предупрежденный заранее, и был свидетелем исполнения великого пророческого слова. Вот идет Агнец Божий, который взял на себе грех, никто не знал, как это будет происходить. И вот, на их глазах, прозревших, своевременно прозревших, разворачиваются эти события. Они предупреждены, они скорбят, но они не истерят. Да, 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 но не крит хистерия. У них свое послевкусие. Итак, следующий персонаж. наукошка персонажа. Иосиф из Римафея. Язапс. Читаем. Ласом. Тогда некто именем Иосифа, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их из Римафеи города Иудейского, ожидавший также Царства Божьего, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его с креста, обвил плаченицу и положил его в гроб в высеченном скале, где еще никто не был положен. Интересные люди. На фоне истерически паникующей толпы в глаза бросались эти спокойные, серьезные, адекватные люди. Их поведения отличались от других. Они вели себя логично и принципиально. Внимание на экран. У них, в отличие от большинства, перед глазами была совсем другая картина. Задолго до распятия Христа они имели глубокие откровения о нем. А значит, пророческий взгляд на грядущие события. Представьте себе, на каком уровне был этот человек и на каких совещаниях он присутствовал. Матфея 26 Матфея 26 1.5 Это его места работа. Он там находился. И что там происходило? Когда Иисус окончил все слова Он сказал ученикам Вы знаете, что через два дня будет Пасха и Сын Человеческий будет предан на распятие. Цель 2 дня. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каафы и положили в Совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник чтобы не сделать возмущение в народе. Вот где работал этот Иосиф из Альмафеи. Это был совет совет нечестивых подлый религиозный и мафиозный. Иосиф был членом этого совета но он не участвовал в Совете и деле их. Вот как выглядят люди у которых есть откровения об осуществе. Вот как выглядят прозревшие и просвещенные. Так легко сказать с волками жить поволчевать а что вы хотите я часть системы они говорят убить и я должен поддерживать. Вы знаете так только ведут слабые люди слепые люди которые являются винтиком этой системы но этот человек будучи представителем этих религиозно-политических кругов он не участвовал он официально игнорировал он ожидал царства божьего и он не поддакивал когда собирались его коллеги и говорили как его убить напротив член совета но он не участвовал в Совете поскольку этот Совет принимал нечестивые решения хитрость провокация убийства короче заговор и он в это время публично перед всем после этого страшного события он приходит перед Пилатом поскольку он руководил он говорит этот человек правед я готов за свой счет почетно как он погребен был у богатого это не было просто кладбище возле это было это было какое-то престижное место и он взял публично перед всем он было плевать что его коллеги что из этой партии на него как посмотрят ты что не понимаешь это же госпреступник чехать я хотел на ваше преступление и он перед всеми снимает Иисуса если ему не удалось послужить Иисусу когда он был живой он считал честь послужить ему поклопот там даже после того когда он умер для меня этот Иосиф герой великий герой на глазах у всех богохульников на глазах у всех людей которые били себя в грунт он знал кто он он был прозревший задолго до того как это произошло он снял он его вымыл от этой крови он обернул его в эту площадь и бережно как самый дорогой как самая великая драконца он его аккуратно и бережно положил в этот гроб мне кажется шепча ненадолго на Илге рави ты здесь ненадолго это временно через несколько дней все поменялся прозрение обгайзмей своевременное и запоздалое синдром после вкус одно и то же событие но настроение у каждого было свое все зависело от индивидуального понимания что происходит в этом месте но я уверен были тысячи людей которые равнодушно смотрели как на очередную казнь казнули там каждый день но это одно из судебных процессов к чему я это говорю друзья я бы очень хотел чтобы в это последнее время Господь дал нам своевременное прозрение чтобы это было как пророческие взгляды задолго до того как начнут происходить события последнего времени чтобы мы как просвещенные и прозревшие люди могли видеть что делает Бог что делает дьявол чтобы сделать правильный выбор последнее место это второе коринфянам 3.14 но умы их ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета потому что оно снимается Христом до ныне когда они читают Моисея покрывало лежит на сердце но когда они обращаются к Господу тогда эта покрывало снимается где Дух Господь есть Дух а где Дух Господь там свободы мы же открытым лицом как в зеркале взирая на славу Господь преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Дух прозрение это когда Господь снимает покрывало когда он снимает эту слепоту и открывает очи нашего сердца чтобы мы однажды увидели кто для нас кем он является наш драгоценный Господь Христос давайте закроем глаза и помолимся айзвэрсим айзвэрсим тэгэцэвсатс сэмпалугсим Аллилуйя блэссо чэкэнту лейбра сатая я благодарю я благодарю я благодарю тебя Господь за это слово драгоценный дух святой открой наши глаза пусть твои откровения формирует наше сознание формирует мусу абзэню и преображает нашу жизнь защити нас от всякого обольщения но катрас певелшенас и религиозной лжи и религиозной мэллием это последнее время шистос пэдэйс лаигс плиняй Господь наше пакши лень кунгс мусу домашину в послушании Христу паклаусейбах Христу овцы твои тавас авис слушай голос зир твою паузу и за другим нету и свершам несаку сделай нас таковими дари мусу пар тадiem празрение апгайзмейба предшествует освобождению ир пирмс отбривошенас Господь мы об одном просим тебя кунгс мэс лудзам теу пар вену открой очи нашу сирту чтобы могли сказать вместе с псалмоперцем всегда я видел перед собой Господа господи не покалеблюсь это девиз празревшых лутей всегда я видел перед собой господа господи не покалеблюсь господи тебе есть глазная мазь кунгс тебе отцу зиед помаж сегодня звайди щоден своей глазной мази нашу отцу зиед мусу отц чтобы нам видеть кто мы где мы с кем мы и куда мы идем во имя Иисуса Христа драгоценный дух святой преображай нашу жизнь готовь нас к этим последним событиям чтобы мы могли быть достойными исполнителями твоей воли на этой земле мы поклоняемся тебе мы превозносим твое святое имя и пусть твоя воля исполнится в нашей жизни возьмите сейчас свое пожертвование возьмите сейчас свое десятину приношения все что у тебя есть на сердце как те просвещенные люди как те женщины которые понимали что главный смысл жизни это Христос они взяли драгоценный елей и они шли они и живому Иисусу выливали на ноги этот елей и они несли его на кладбище наша жертва говорит о любви наша жертва говорит о нашей посвященной и когда ты приносишь жертв ты готовишь предпосток для прозрения Господи открой глаза слепым и отпусти всех измученных на свободу подними свою жертву пожалуйста и скажи вместе с собой скажи отец небес я благодарю тебя за это слово я благодарю тебя за то что ты обращаешься лично ко мне я не хочу быть жертвой обольщения мне не нужно прозрения который бы меня уводила от тебя я претендую на те откровения и на то прозрение которое восстановит в моей жизни утраченные авторитеты славу твою говори Господь слушает слуга твой пусть имя твое прославится и возвеличится в нашей жизни и в нашей судьбе мы просим прими эту вечернюю жертву как фимиям перед твоим престолом просим тебя об этом во имя Иисуса Христа Амэн пожалуйста опустите сокровищницу это очень серьезно слову имеющие уши слышит да слышит что ты говоришь арква Бог не будет со слепыми сотрудничать Бог хочет открывать глазами Бог хочет открывать глазами пусть это будет нашей молитвой Господь мы хотим видеть славу твою славу мы хотим иметь твою точку зрения мы хотим иметь Божий взгляд на церковь на Латвию на дьявола мы хотим иметь Божий взгляд на Господа Иисуса Христа на нашу жизнь и на нашу смерть Дух Святой отождествляй нас отвейду Мус с нашим Господом Расусом Христом слава тебе Господь слава тебе Кунгс Христом Расск